Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно немного поговорим о политике. В Рязани объявлены выборы депутатов Рязанской областной думы уже 6 созыва, а 31 мая в областном центре и в районах области завершилось внутрипартийное предварительное голосование за кандидатов депутата Рязанской областной думы от политической партии «Единая Россия». Судя по итогам этого голосования, в Рязанской политике вскоре могут появиться новые лица. И сегодня мы пригласили в студию одного из победителей прошедших праймерис, как раз нового человека в Рязанской политике. Это директор завода «Точинвест» Александр Жукаев. Александр Александрович, здравствуйте! Добрый день! Ну и, собственно, первый вопрос. Что побудило вас принять участие в праймерис? Ну, в первую очередь, это решение трудового коллектива моего предприятия, собственно, «Точинвест», в которое входит в финансо-промышленную компанию «Инвест», куда входят такие крупнейшие предприятия, как «Кожзавод», «Софьян», «Барс». Фактически я был на всех предприятиях, все единодушно высказали мнение, что мне нужно идти на выборы. Немножко расскажите о себе. Поскольку новый вы человек, как прошли пути вашего трудового восстановления, как давно возглавляете предприятие? Ну, в Рязани я человек, наверное, не новый. Родился я в городе Перми 30 ноября 1961 года, а затем военное училище, служба в воздушно-десантных войсках, в 137-м парашютно-десантном полку. Дали службу в таможенных органах, в Рязанской таможне. И 10 лет назад я пришел в финансо-промышленную компанию «Инвест», где прошел различные руководящие должности на предприятиях «Кожзавод», «Софьян». И в 2010 году мне было предложено возглавить предприятие «Точинвест». Вот чем сейчас занимается это предприятие? Что представляет из себя «Точинвест» на сегодняшний день? Я бы вернулся к пятилетней давности. В 2010 году предприятие «Точинвест» представляло из себя монопредприятие, которое выпускало только лишь барьерные ограждения для мостовых и автомобильных групп. За четыре года предприятие прошло колесальный путь развития, фактически превратившись в группу компании «Точинвест», которая включает в себя шесть юридических лиц. Ну, первое направление традиционно, как я уже сказал, на рынке сейчас очень тяжело оставаться и с рынка не упасть, поэтому было принято единственное тогда правильное решение по диверсификации производства, это первое. Второе, сейчас в дорожной отрасли заказчик всегда хочет видеть услуги, так называемый, под ключ. Поэтому сегодня «Точинвест» выпускает все виды металлоконструкций, которые существуют на дорогах, это первое. Второе, оказывает услуги по горячему цинкованию. Третье, устанавливает эти металлические конструкции, потому что в составе группы компаний «Точинвест» есть также предприятия по установке металлических барьерных ограждений. Александр Александрович, вот количество работников предприятия и средняя заработная плата? Количество работников предприятия около 500 человек. Предприятие, к сожалению, как и многие другие, носит сезонный характер, поэтому количество персонала варьируется в зависимости от зима-лета. Есть такое понятие, как и сезонные рабочие, это первое. Зарплата на предприятиях, я считаю, очень высокая. Ну, не буду говорить, потому что нужно тогда останавливаться на каждой профессии индивидуально, но она выше, чем в Рязани. В среднем по экономике. Да. Собственно говоря, вот понятно, зачем вы участвовали в праймерис, а в случае избрания депутатом Рязанской областной думы, насколько себе представляете то, чем предстоит заниматься, что вы намерены, скажем так, привнести в работу законодательным органом и чем быть полезным избирателем? Ну, в силу всей моей работы, которая была до этого, включая в том числе и федеральную службу, ну, первое, наверное, когда, если в случае удачного результата, нужно еще раз обратиться к тем наказам избирателей, которые я буду получать в ходе избирательной кампании. Дальше понять, могу я их выполнить сам, могу я их выполнить с помощью холдинга, финансо-промышленной кампании «Инвест». Ведь ни для кого не секрет в Рязани, что есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. И именно этим занимается в том числе финансо-промышленная кампания «Инвест» и моё предприятие. Ну, в общем-то, да, на самом деле, наверное, трудно не согласиться с тем, что даже тот же микрорайон Недостоева, который находится как раз в зоне влияния финансо-промышленной кампании «Инвест» и откуда округа депутатов этой кампании, вот этот микрорайон, он здорово изменился за последние буквально десяток лет из, в общем-то, наверное, самого неблагополучного городского микрорайона, превратился в вполне себе комфортный для жизни. Ну, я могу сказать, что это гордость социальной политики, финансо-промышленной кампании «Инвест», потому что действительно преображение налицо. Здесь аккумулируются средства, которые выделяет и город, и область, и, собственно, финансо-промышленная кампания «Инвест», и, собственно, сами депутаты, работающие в этих структурах. Ну, социальная ответственность в бизнесе – это хорошо, а вот бизнесу-то это зачем? Зачем бизнесу, представитель во власти? Ну, в данном случае, наверное, не бизнесу. В данном случае я хочу быть представителем промышленности в областной думе, в областной думе, потому что, вот на примере даже своих предприятий, я вижу, что экономика в регионе развивается. Вот от того, как будет развиваться экономика, от этого будет зависеть вообще благополучие людей, которые живут в нашем регионе. Ну, во-первых, это и рабочие места, это и налоги. И дальше это социальная политика, если мы говорим уже о социальной ответственности бизнеса – это первое. Второе, я бы все-таки, надеюсь, хотел бы применить, в том числе и свои знания, навыки и умения, которые были прежде, потому что наличие юридического образования и опыт работы в различных областях права, я думаю, что я смогу их применить. Тем более, нам бы не хотелось, чтобы те федеральные законы, которые могут приниматься или ретранслироваться на местном уровне, именно ретранслировались. Потому что иногда федеральные законы, которые принимаются, они говорят о том, что на региональном уровне можно внести определенные поправки в пользу людей, в пользу региона. Спасибо. У нас в гостях был Александр Жукаев, один из победителей, прошедшего в мае предварительного внутрипартийного голосования политической партии «Единая Россия», директор рязанского предприятия «Точинвест». Это была программа «Подробности». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова